Новая школа уже не просто обретает очертания, она практически на финишной прямой. Сдачи социального объекта ждут сразу в четырех пригородных микрорайонах. Больше тысячи детей, проживающих в них, вынуждены ездить на учебу в другие районы города. Но скоро свои двери для них распахнет школа в микрорайоне «Спутник». Ее сегодня посетил губернатор края Виктор Томенко. Переменная этажность от одного до трех этажей. Из особенностей, начальная школа полностью изолирована от школьников более старших классов. Школа имеет свой полноценный стадион, включающий футбольное поле, беговые дорожки, теннисный корт, баскетбольные и волейбольные площадки. Также в школе есть актовый зал на 295 мест, столовая на 275 мест и два полноценных спортивных зала. Школу начали возводить еще до пандемии. В ковидные времена застройщик, как и многие другие, столкнулся со сложностями. Резким скачком цен на материалы и оборудование перебоями в поставках. Но объект не остался без необходимой поддержки. Именно краевой бюджет разницу в цене полностью закрыл. Ну и в целом, правительство Алтайского края и вы особенно лично поддержали строительство школы. Вот такой полноценной школы, это стандартный, будем говорить, для города проект. Но в городе Барнауле впервые такой проект реализуется на пригородной территории. Виктор Томенко отметил, что строительство школы стало возможным благодаря также помощи от федерации. Если изначально стоимость объекта по контракту оценивалась в 632 миллиона рублей, то сегодня она возросла. В итоге-то объект выйдет где-то примерно 850 миллионов рублей. Поэтому, учитывая, что в принципе готовность хорошая, давно школу эту ждут наши здесь ребятишки, жители. Контрактные сроки вроде у нас до конца года, но если бы получилось это сделать к началу учебного года, это было бы очень хорошо для тех ребят, которые сюда пойдут. Условия и оснащение для детей здесь такие, что не в каждой городской школе найдешь. К примеру, для проведения лабораторных и практических работ предусмотрена потолочная система электроснабжения. Оснащена розетками, USB, портами, подачей воздуха. Данная система убирается и по необходимости разворачиваются столы, дети садятся и выполняют практическую работу. Школа рассчитана на 550 мест, но общая вместимость почти в два раза больше. Уже на 90% укомплектован штат, говорят специалисты. Идет набор учеников. Из других в эту школу по предварительным подсчетам готовы перейти 600 детей. Осталось дождаться открытия. Ну все-таки давайте про сроки. Что скажем? Как по срокам на даре Викторовича сможем? 1 сентября мы с уверенностью говорим, что мы запустим школу. Гарантируем то, что 1 сентября лебедишки пойдут в школу. Давайте, давайте. После школы Виктор Томенко посетил местную очистительную станцию, которую по федеральной программе «Чистая вода» построили в сентябре прошлого года. Качественной водой этот объект способен обеспечить не только новую школу, но и жилые дома. По оценке губернатора, крупный пригородный поселок сегодня развивается успешными темпами. Елена Макаренко. День с толком.